Содержание в нем изотопов разных элементов они смогли установить, что для того, чтобы этот реактор функционировал и произвел нужное количество зарегистрированных этих продуктов реакции, значения фундаментальных констант в прошлом должны были быть такими же, как сейчас. А вдруг они менялись, но в итоге изменились таким образом, чтобы, соответственно, ну и в итоге начали показывать, приблизительно те же самые значения. Мало вероятно, но что бы и нет. ...миллиарды лет назад. Кроме того, у нас есть возможность заглянуть в очень далекие объекты и померить, каковы значения... Ну или, допустим, Господь Бог просто поместил эту хуйню именно в таком виде под землю, вот и все. Ну, например. Ну или сатана, а, блядь, Господь Бог, не знаю, гномики, гравитоники. Показали вам те константы, которые, соответственно, должны быть показаны, чтобы вы поверили в это говно, например. Ну ладно. ...значение физических констант там. Дело в том, что у каждого атома периодической системы Менделеева есть свой характерный спектр излучения или... Роккор пишет, ну мозгу надо заполнить как-то пробелы уж лучше так, чем с полоумными религиозными фанатиками. Так, Роккор — это те же полоумные религиозные фанатики, которые делают из частных каких-то индуктивных, собственно, наблюдений, выводы обо всей Вселенной. То есть, я не знаю, это буквально выводы в духе, там, не знаю, у Вати упал хуй, значит, у всех Вати хуй упал, например, да? То есть, вот в этом наука, как бы, она как работает относительно физических каких-то законов и всего остального. Там, я не знаю. У Ли Королёва выпадают волосы, значит, у всех Ильёв Королёвых выпадают нахуй волосы, да, постоянно, например, я не знаю. Это безумие. Тут на каждом шагу безумие, короче, творится такое, что просто можно охуеть. Поглощение, который тоже определяется этими константами. То есть, спектр состоит из отдельных линий, и положение каждой линии определяется разными комбинациями. Это, блядь, сходится. У нас константы сошлись, а значит, блядь, а значит, сейчас будет вывод Бога. Нет, всё. Я не знаю. При том, что все эти константы можно, кстати, и через Бога объяснить. А если Бог неожиданно есть, то может быть вообще всё, что угодно, на самом деле. Хоть в этом местечке, да, могут сохраняться законы природы на протяжении, там, двух миллиардов лет. А везде нет, да. Везде, кроме этого местечка, всё может быть совсем не так, например. Так, и вообще много чего может меняться. И вообще, может быть, мы шесть тысяч лет, как бы, живём, а никакого этого местечка два миллиарда лет не существовало. Просто Бог его создал так, как будто бы оно существовало два миллиарда лет, допустим. Ну, как, почему бы и нет. То есть, буквально создал его функционирование с середины процесса, например, и всё, конец. ...этих констант. Получается, что если мы измерим спектр какого-то очень далёкого объекта, то мы можем так померить значение констант в нём. Астрономы любят использовать для этого... Да, так мы никогда не убедимся в том, что мы это правильно делаем. Потому что это просто гигантские расстояния. ...потела квазары, поскольку нам не важно сейчас, что это такое. Это просто одни из самых ярких объектов во Вселенной. И выясняется, что константы также с хорошей точностью одинаковые на расстояниях порядка 10 миллиардов световых лет от нас. Ну и поскольку эти объекты далеко, то свет от них шёл долго. Тоже 10 миллиардов лет назад константы были такими же, как здесь и сейчас. Уверуем в это. Доказательств у нас, конечно, нет. А, ну мы считаем, что есть, но... Ни один нормальный, здоровый человек, который высушит наши доказательства, в это не поверит. Как бы, но... Вот так вот. Уверуйте. Уверуйте. Уверуйте, дети мои. В общем, так, мы выяснили, что... Так, рок-кор, сейчас те же самые тёмные века с сжиганием, в кавычках, еретиков, кастовостью, элитарным сообществом, в общем-то, имбецилов, которых называют учёные. То же самое, только... Слушайте, в Инквизиции не так уж много народа сожгла, по факту. Да и народа в среднем меньше было. Ну и народ не так много сожжено. А учёные портят жизнь огромному количеству людей, других интеллектуалов имеется в виду. То есть у нас есть интеллектуальная, собственно, получается, монополия. Монополия интеллектуальная, которые бабки, все интеллектуальные... Все бабки, которые идут на интеллектуальное, что-то себе забирает, соответственно. Которые имеют огромное количество ресурсов. Которые используют огромное количество технологий, соответственно, да. Которые могли бы достаться всем прочим интеллектуалам. В том числе мы вместе могли бы ломать голову над разными проблемами, так скажем, бытия. Вместо этого у нас есть монополия, где определенная группа шизотериков с определенными своими собственными дурацкими абсолютно необоснованными убеждениями все вокруг убеждает, все вокруг объясняет, тратит эти наши деньги, которые государство выделяет им, делает вид, что они конкретно изобретают какие-то технологии, хотя ученые технологии не изобретают в среднем. То есть очень мало ученых параллельно инженеров, особенно уже в недавнем времени, 20-21 век, ученые и дефис инженеры, которые реально и теоретик топовый, и одновременно топовые практики уже вообще почти нет. Бездна между практикой и теорией все больше и больше расширяется. Вот. Теоретики хуёво понимают, что там на практике происходит, практики хуёво понимают, что в теории происходит. Ну, что-то друг о друге они знают в рамках образования друг друга, но это не настолько глубокие познания. И практик теоретика не заменят, а теоретик не заменят практикой никогда, уже сейчас, да, это просто очень разные типы занятий. Но при этом теоретики пытаются делать вид, что благодаря их шизотерическим теориям получается создавать практику, хотя это, судя по всему, неправда. Вот. А все, кто с ними не согласен, ну, всех там обзывают шарлатанами, понижают их социальный статус всеми возможными способами. Хейтят, то есть социальная травля начинается против антиученых всеми возможными методами. Вот. Вот. Тут такое. Ну и Хокинг тот же, как он философию клеймил на протяжении долгого времени. А в эти рок-корде сейчас, на данный момент, наверное, единственная организация, которая хоть как-то могут сопротивляться монополии науки, это религиозная организация. Просто потому, что именно у них есть шанс собрать хоть какие-то структуры образовательные, которые могли бы создать некоторую альтернативу, собственно, той монополии, которая сейчас есть в науке. А если священники-инженеры будут создавать полезные эти приборы, ну, все же, что получается? Религия работает, что ли? Бог, что ли, есть от этого? Нет, не получается. Понимаете, в чем дело? Вот. Ну, ладно. Законы природы действительно с хорошей точностью сохраняются. Поэтому мы можем строить модель Вселенной. Но модель должна воспроизводить какие-то наблюдаемые характеристики Вселенной с нужной нам точностью. О каких характеристиках мы можем говорить? Если мы посмотрим на всю Вселенную, какую мы знаем, то она довольно сложная. Там есть галактики, звезды, планеты, на некоторых планетах есть жизнь. Конечно, все это многообразие воспроизвести мы пока не можем. Но, если мы посмотрим на Вселенную на очень больших масштабах, опять же, картинка, где каждая галактика – это точка, на таких больших масштабах нам уже не важно знать, есть ли там в каждой галактике планеты, сколько их, что на них происходит. Да, давайте упростим. Давайте упростим. Сделаем гиперупрощение, это, конечно, нам дико поможет. Достаточно учитывать только одну силу гравитации, поскольку только она является дальнодействующей. Охуенно. Ну, это мы так считаем. Может быть, это и неправда. По факту. Опять же, какая-то выдумка о гравитации, которая везде действует на всей галактике. Только она одна является дальнодействующей, допустим. Окей. Что дальше? И, таким образом, мы можем построить, например, модели крупномасштабного распределения галактик. Кроме того, Вселенная в ранние моменты жизни тоже должна была быть устроена довольно просто, потому что она тогда... Сейчас она расширяется, значит, раньше она была плотнее, соответственно, горячее. И когда-то ее температура была столь высока, что там не могли существовать звезды, планеты. Там был уже только газ, состоящий из отдельных... Везде все одинаково, чего запарется. Да, блядь, просто похуй. Просто похуй. Просто берем, все, везде гравитация действовала. На протяжении миллиардов лет... В общем, мы все это видели, наверное. Но нет. По факту нет. Есть, короче... Тут, короче, часы там, вот этот... Еще какая-то хуйня там, не знаю. Все совпадает. Постоянные совпали. Мы, короче, мы убеждены в этом. Кринж, блядь. Просто кринж. ...элементарных атомов, а при более высоких температурах и еще меньшем размере только одни элементарные частицы. А физикам очень понятно, как описывать моделями поведение газа из атомов или элементарных частиц. Поэтому эти модели оказались довольно простыми и люди быстро их построили. Эти модели, модели Вселенной, можно назвать модель Большого Взрыва, они не только позволили описать то, что должно было происходить, но они дают важные, точные предсказания того, как... Не, просто уже за 9 минут он выдает такую сайенс-базу, короче, и он в ней полностью уверен и не сомневается. При том, что для того, чтобы в ней усомниться, действительно надо потратить чуть-чуть интеллектуальных усилий. И вообще поразительно, что люди эти интеллектуальные усилия в принципе не тратят, не хотят, не могут, не желают тратить интеллектуальные усилия, чтобы сомневаться в той хуйне, которую несут ученые очень часто. Особенно, когда речь касается космологии. Особенно, когда речь касается миллиардов лет существования мира. Миллиардов, блядь. То есть вы представьте себе, группа шизов, группа шизов, группа, блядь, шизофренических долбоебов каких-то собирается и вам рассказывает, вот миллиарды лет тому назад оно было, блядь, вот так-то. При том, что у них нету нормальных фактов, и он сейчас приходит, он вам рассказывает это, и он не выложил ни одного адекватного факта, который нельзя было бы отвергнуть щелчком пальцев. Вот ни одного факта, пока он не произнес. Сейчас, блядь, реликтовое излучение, там еще какая-то хуйня, типа, бог там какой-нибудь, там дух, дьявол, гномики, гравитоники, еще какая-нибудь хуйня, это реликтовое излучение создать не могли. Окей. Как-то так. Ну и получается, что вот там какие-то язвительные комментарии о том, что куда мы там лезем в 14 миллиардов лет истории нашей, когда мы не можем, допустим, погоду предсказать на больше, чем на несколько дней вперед. Они отчасти правдивы, потому что для того, чтобы предсказать погоду, нужно учитывать гораздо более сложные вещи, строить более сложные модели, чем модель ранней вселенной. Ну, мне кажется, это апсер. Еще раз переслушаем эту хуйню шизофрению, которую он сказал. Отчасти правдивы, потому что для того, чтобы предсказать погоду, нужно учитывать гораздо более сложные вещи, строить более сложные модели, чем модель ранней вселенной. А откуда вы знаете, какая была модель ранней вселенной? Может там реально бог, там сатана, там дьявол, блядь, демиург, вместе все там гностичные, боги собрались и начали хуярить вселенную по самым сложным каким-то законам. Это может быть проблема в том, что конкретно ученые упрощают максимально те представления, которые необходимо иметь вот по поводу зарождения ранней этой самой вселенной. может быть это... Они, блядь, упрощают до максимума. Просто с погодой мы видим ее, вот она там погода, мы видим кучу разных факторов, мы видим очень много всего самого сложного, да, вот. А как вселенная зарождалась, мы-то не видим этого на самом деле. Это все мыслимые конструкты у нас в голове, мы все это выдумываем на самом деле и пытаемся соотносить это с некоторыми опытами, строить какие-то логические цепочки, только может быть это все вообще-то напрасно. Может быть мы слишком упрощаем, и может быть все было настолько сложнее, что мы даже себе и представить этого не можем. Но как-то так или иначе мы калибровали наши модели под наш опыт. И неудивительно, если эти модели в итоге развалятся, кстати, потому что рано или поздно, может быть, мы найдем такие факты, которые их разъебут. К вопросу, фальсифицируемость же все-таки, не забываем, что в науке она есть. Должна быть, по крайней мере должна быть. Получается, что первый миф опровергнут, модели Вселенной довольно простые. Какие же следствия могут быть у этих моделей? Ну, самое... Стоп, в смысле опровергнут? Кем опровергнут? Что там опроверг-то, блядь? Чел. Чел, ты знаешь, что такое опровержение? Ты просто пизданул рандомную хуйню. Ты просто повторил тезис свой. Ты просто тезис сказал, я не знаю. Ну, я, например, скажу. Вот этот чел-гомосексуалист. Я потом повторю. Этот чел-гомосексуалист. Миф о том, что он натурал опровергнут. Браво! Гениально! Опроверг просто охуеть. Убедительно. Простая модель. Модель большого взрыва. Блядь, вы посмотрите на эту хуйню, которую он сейчас написал. Вы прочитали эту хуйню? Вы прочитали эту хуйню? Миф номер один. Вселенная слишком сложна, чтобы человек мог разобраться в ее устройстве и происхождении. Нет, модель ради Вселенной. Вселенная на больших масштабах весьма простые, блядь. Что ты, нити ваш дебил, блядь. Ты тупой, блядь. Какие все ученые, сука. Вы все тупые, блядь. Если все ученые придерживаются вот этой позиции, все астрофизики тупейшие, блядь, создания. Самые тупые идиоты из самых тупых идиотов в мире. Ну вы, блядь, посмотрите. Блядь, Вселенная слишком сложна. Тезис. Как мы его в кавычках опровергаем? Нет. Причем нет, мы не говорим нет, Вселенная не сложна. Нет. Модели ранней Вселенной Вселенной на больших масштабах просты, блядь. Модели, блядь, Вселенная это, сука, разные, блядь, вещи. Идиот. Идиот ты, блядь, тупой, сука. Блядь, дебил просто конченый. Как он туп, блядь. Ну, ну, блядь, ну это ж тупость. Это же тупость, блядь. Пиздец просто. Это то же самое, что чуваки, которые думали, что мир стоит на черепахе, и черепаха там, на ней слоны, слоны, блядь, киты, киты, слоны, блядь. И плоская земля стоит. И они бы сказали, ну, в тройной Вселенной и нашей планеты слишком просто, ребята. Нет, это, блядь, предрассудок. Это миф, нахуй. Вот все это, от слоны, черепахи, блядь, киты. Пуф. Пуф, нахуй. Изи. Изи легко. Очень простые модели. И вот так же эти долбоебы с этими же самыми, блядь, китами, слонами и прочей хуйней. Просто и просто той же самой, нахуй, хуйней абсолютно. Просто немножко на другом языке, более натуралистическом, менее мифологическом, ну, приблизительно в таком же идиотском языке. Говорят, нет, наши модели, блядь, простые. Тезис другой, блядь, тезис другой. Ты даже контр-тезис не выдвинул правильно. Ты идиот, блядь. Просто насекомая, ебаная. Ну, пиздец. Это, блядь, ну... Ну, посмотрите еще раз, Вселенная слишком сложна, чтобы человек мог разобраться в ее устройстве и происхождении. Нет, модели наши простые, блядь. Ну, ладно, поехали, кринж. Иван говорит о том, что если сейчас наша Вселенная расширяется, и мы продумать... Блядь, серьезно, блин. Это реально катастрофический идиотизм. Простите, конечно, я... Либо чел-катастрофический идиот, либо все астрофизики-катастрофический идиот, либо все ученые-катастрофический идиот, я даже не знаю. ...пожем это расширение в прошлое, то она в какой-то момент должна была иметь нулевой размер и бесконечный... А если она не продолжалась, на самом деле, до бесконечности в прошлое? Ну, не до бесконечности, до определенного момента. Ну, да ладно. ...высокую плотность, бесконечно высокую температуру. Почему мы должны ее продолжать туда заталкивать? И опять же повторю, как на канале Побединского это объяснялось, да? Смотрите, на канале Побединского это объяснялось приблизительно так. Допустим, вот это вот все... Вот это все предметы... Сейчас я вам вытащу... Вытащу разные предметы, да? Вытащу разные предметы вам сейчас... Типа, подождите, вот разные предметы... Ааа, вот эти все предметы, да? Вот Ну и допустим жвачку тоже Вот они движутся Они движутся в этой галактике Эти галактики движутся в разные стороны Они движутся в разные стороны Они постепенно удаляются друг от друга Это было понято по красному смещению Соответственно Который открыл Эйнштейн в прошлом веке Соответственно Вот, 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 расширяются И мы соответственно Просто вот линию прочерчиваем Вот так вот назад, да, по их движению По их траектории и мы узнаем, что было в прошлом Эти вроде бы, да Но это, блядь, ошибка индуктивная Нахуй, с чего вы взяли, что они там Сто лет назад вот так вот, блядь, не двигались Вот так вот, нахуй, там не двигались Или вот так, нахуй, не двигались Может они вначале просто вот так вот вращались вокруг друг друга А потом начали, блядь, разлетаться Или еще что-то могло произойти Хуй его, блядь, вообще знает, как оно там было миллиарды лет назад С чего вы взяли, что вы просто можете вот так вот взять, блядь и линии вот так прочертить прямые назад. Но это же, блядь, дебилизм. Это, блядь, дебилизм просто конченый. Просто олигофрения, шизофрения, блядь, даунство ебаные, люди, блядь, не изучали банальные, сука, законы ебаные, обоссанные тупой неработающие нахуй логики. И то и логику, мы и логику разъебать можем, а эти люди и логики, сука, не знают. Они, блядь, тупые нахуй, просто все поголовно. Это пиздец. Фух. Поэтому современная наука говорит о том, что до стадии горячей вселенной была некая другая стадия, которую мы пока точно не знаем, но есть ряд гипотез о том, что это могло быть. Конечно, нельзя полностью отмести гипотезу творения. Потому что творец христианской религии, например, он всемогущий, и поэтому он, в принципе, мог сотворить такую вселенную, которая идеально описывается ее физическими законами, и проверить факт творения, находясь в этой вселенной, никак нельзя. Чуть более... Только проблема. Только проблема заключается в том, что гипотеза творения, она настолько же непроверяема, как и все остальные. Вообще, сам факт того, что мы выбираем между гипотезами, уже означает, что, ну как бы... Сам факт того, что теория творения нефальсифицируема, подтверждает то, что проверить остальные гипотезы невозможно тоже. Мы можем под теорию творения, так скажем, под гипотезу творения, уложить практически любой набор фактов. Все. Что я пишу? Шаг 1. Наши модели простые и понятные. Шаг 2. Наши модели слишком упрощены, не соотносится с реальностью, и приходится додумывать мне фантазии. Шаг 3. Вопрос. Профит. Есть гипотезы, в которой Вселенная рождается в результате столкновения каких-то многомерных поверхностей, погруженных в пространство еще большей размерности. Может, вы слышали про 11-мерное пространство и все такое. В этих моделях тоже рождается много Вселенных, а проверить их можно с помощью измерения гравитации на микроскопических масштабах, потому что наличие... Что означает, блядь, проверить? Почему он слово проверка употребляет? Как можно что-то, блядь, проверить, когда речь касается бесконечных каких-то пространств? Что это вообще, блядь, значит? Что значит проверить? Опровергнуть. Опровергнуть, причем, свои теории. Если вы, вот у вас здесь гипотеза или теория квантовой флуктуации инфлиации, да, и вы обнаружите те первичные гравитационные волны, которые вы примете за первичные гравитационные волны, это будет значить, по крайней мере, то, что данная теория не опровергнута. Если вы их не обнаружите, если не окажется этих первичных гравитационных волн, тогда квантовые флуктуации инфлиации, эти представления, оно окажется опровергнутым. Все, конец. Гипотезы и теории, они не могут быть подтверждены. Не могут быть, блядь, подтверждены принципиально. Они могут быть опровергнуты. И все. Все. Единственная функция у вас опровергнуть. Когда какой-то долбоеб говорит, что он может проверить что-то в науке, он дегенерат. Это умственно-неполноценный дебил, блядь. Просто, который не понимает, не знаю, те операции, которые он использует. Так, Максим, да, типа возьмем, да, и проверим, блядь. И что бы нам и не сделать этого? Похуй. Это, Максим, даже если они смогут, даже если они смогут это сделать, это нихуя не значит. Потому что кто-то там где-то в какой-нибудь там, допустим, коллайдере столкнул две частицы. Это, блядь, не означает, что вся вселенная, все частицы во вселенной и во всех вселенных, блядь, вот так вот именно столкнутся и произойдет, блядь, это же нахуй самое. Понимаете? Это, блядь, ну, ну, блядь, ну, это настолько тупо, это настолько неполная индукция. Насколько только можно себе вообразить. Это вообще не аргумент. Это что-то в духе, ну, мы видели, как там Вася и Петя подрались, наверное, Вася и Петя всегда дерутся, блядь, я не знаю. Закон природы теперь у нас такой. Максим любит Dragon Age, значит, все Максимы любят Dragon Age, блядь, очевидно же, блядь, очевидно. Как с этим можно спорить? Свято? Ну, допустим, с помощью Мелиметрона мы обнаружили, что в далекой галактике, находящейся от нас на расстоянии 60 миллионов световых лет, в центре, вместо черной дыры расположена кротовая нора, которая ведет, возможно, в другую вселенную. Что нам с этого? Мы ведь вряд ли когда-нибудь туда сможем долететь. Мы даже толком рассмотреть эту другую вселенную через эту кротовую нору не сможем. Да не, может быть и полезно, вдруг это и произойдет, вдруг мы сможем через кротовую нору и попасть в другую вселенную, всякое может быть. Может быть, еще какие-то интересные данные получим. То есть, всякое может случиться, но мне, опять же, кажется, что вся эта космическая хуйня по большей части да она имеет довольно дальнюю перспективу для развития но например ну я не знаю давайте к практическим кем-то наблюдением но мы узнаем что есть планета из алмазов где-нибудь там не знаю в соседней солнечной системе мы сможем ли эти алмазы например доставить к нам пока что нет у нас нету таких двигателей которые могут позволить нам долететь даже до соседней звездной системы и обратно и в какой-то короткий срок доставить нам алмаза когда даже если мы сможем создать такую технологию который несколько световых лет будет лететь туда обратно да нет даже не так хотя бы со скоростью в два раза меньше скорости света лететь туда и обратно это уже займет в районе не знаю 30 40 50 лет допустим 50 лет допустим на ну туда и обратно в лучшем самом случае я не знаю но 50 туда 50 обратно это блять пиздец может быть там эти алмазы уже будут не нужны через 50 лет может алма технологии которые базируются на алмазах нахуй будут не нужны или мы наоборот мы сможем на земле уже производить эти алмазы в бесконечном количестве то есть в этом плане в этом плане действительно вся вот эта космическая хуйня она перспективно для исследования с точки зрения исследования феноменов и дальнейшего развития практик перспективно согласен это забрасывать нельзя но и в каком смысле надо все же понимать что перспектива она откладывается на много лет вперед до прилетят обратно с алмазами земли уже нет ну и наконец самое важное на мой взгляд это то что космология дает нам представление о нашем месте во вселенной и а месте там нашей планеты ну мы знаем что вселено что наша земля возникла четыре с половиной миллиарда лет назад не знаю я вот не знаю я не уверен что ваша земля возникла 4 с половиной миллиарда лет назад для меня это совсем не факт вот инженеры обделенные медийные сословия ну как ни странно на мой взгляд ученые параде паразитируют на инженеров медиках и прочих практиках для того чтобы продвигать свои в общем-то И чтобы их представления доминировали над другими философскими и околофилософскими теориями. То есть, на мой взгляд, буквально происходит паразитирование определенное на людях, которые действительно создают практику вокруг нас, которые действительно создают компьютеры, лекарства, методики лечения, например, создают. А ученые, да, они объясняют практику, это правда, они позволяют создать ту картину мира, в которой вписывается это объяснение практики. Но ученые, как раз именно ввиду того, что они единственные, обладают всеми этими фактами и могут их все объяснить, да, и остальных людей от них выгоняют от этих фактов подальше. Не дают им создавать организации, потребляют деньги правительства в себя по максимуму, как только могут. Вот ввиду этого, ну, как бы вот они там и есть. Ну, при этом, смотрите, Илья, да, на мой взгляд, инженеры шестерядно ученых, которые всю славу забирают с одной стороны, да, и социальный статус инженера ниже социального статуса, собственно, ученого, но зарплаты наоборот. Потому что все мы понимаем, кто приносит настоящую пользу и кому надо платить деньги, чтобы реальные достижения были, да, то есть, компании отплачивают больше денег инженерам, государство больше денег инженерам все-таки отплачивает. Но ученые, они прикрываются ими, этими инженерами, свой социальный статус повышают. Мы все знаем, что если мы дадим кучу бабла физикам каким-то, но они, как бы, потратят кучу денег на инженеров, которые построят там охуенный шуелайнер гигантский, да, на миллиарды квадратных, там, километров, там, от луны до жопы моей, соответственно. И будут там частицы вот так вот перегонять за триллион долларов в секунду, соответственно, да, и от этого они только узнают, что... Ой, автодортовая модель, блядь, не подтвердилась, а что, блядь, ну, бывает, нахуй, ну, блядь, все, нахуй, модель Хиггса, блядь, сосет хуй, пиздец, блядь. Хиггса нету частицы, а что, блядь, делать теперь? Ну, ну, вот так вот, блядь, вот так проебались, ну, да, блядь, да, триллиарды, квадриллиарды долларов проебали, ну, что? Ну, то есть, тут все это понимают, что вот так вот ученые будут, ну, ученые, настоящие ученые имеются в виду, которые теоретики, на что они, блядь, потратят деньги, и что, скорее всего, эти деньги идут в никуда, блядь, в пустоту. Вот. А инженеры, да, они полезные, они создают мир вокруг нас по большей части. Вот. И вообще, в принципе, да, некоторое соотношение между учеными и практиками, это, безусловно, дает некую определенную пользу, то есть, наука объясняет практику и позволяет практикам иметь какую-то картину мира насчет того, в каком мире они эти самые, собственно, практики функционируют. Это хорошо, это круто, это полезно. Только проблема заключается в том, что здесь, на месте ученых, может оказаться практически любое философское или даже религиозное сообщество, достаточно сложно развитое, имеющее достаточно сложное образование. И полностью заменить науку, скорее всего, может быть, даже и превзойти ее в процессе объяснения. Вполне возможно, не исключено это сделать. Также, опять же, замечу, что составление моделей, это не только удел ученых, на самом деле, можно составлять модели, не будучи ученым. И составление моделей не есть наука. И что самое главное, теория, это не модель, это не просто модель, да. Теория, это модель, которая претендует на истину, прежде всего, и описывает какие-то реальные процессы, как кажется создателям этой теории. То есть, теория, она должна содержать себе претензию на истинность, как минимум. Так нет, рок-корр, понимаете, ученые не типа голова, инженер, руки. Инженеры, это и руки, и голова в практике, они все создают. Ученые им не говорят, что делать на самом деле, и ученые ничего не изобретают. Понимаете, в чем дело рок-корр? Это инженеры изобретают. Инженеры сами все изобретают, по большей части. Ученые ничего этого не могут делать. Ученые выполняют функцию объяснения, описания. И, в общем-то, вот, все. Чем научные описательные модели отличаются от других, они натуралистический характер носят. Мы, конечно, можем себе представить вне научные всякие описательные модели, которые будут при этом натуралистичными. Но первый пункт это натуралистичность. Чисто натуралистическая установка. Никаких богов, никаких сверхъестественных сил, ничего. Только природа, только физика. Первый пункт, второй, они фальсифицируемы. По крайней мере, в плане должно быть. То есть, их можно опровергать. Соответственно, опровержение. Должна быть возможность опровержения. Опровержение, при том, должно быть фальсификация. Она должна быть прежде всего эмпирической. Сюда приделывается уже эмпиризм. Сам эмпиризм наукой по себе не является. И все эмпирические проверки и эмпирические ученые, они тоже, на мой взгляд, не ученые, как таковые. Но они как бы здесь рядом обитают и обслуживают теоретиков, по большей части. Вот. Мы можем представить себе натуралистические модели без эмпиризма. Мы можем представить себе натуралистические модели без, собственно, фальсификации. Может быть, даже хорошие, хорошо работающие такие модели можем себе представить. В общем-то, ну вот. Это не изменилось. Константы постоянные. Но спектры-то изменились. Они стали более красными. Они съехали в красную область. И у меня такая идея, что... Чтобы разъебать то, что было сказано в начале этого видео, не надо прибегать вообще ни к какому опыту. Там ошибки на уровне просто банальной логики. Неполная индукция выдается за какое-то подтверждение. Это ошибка. Все. Вот в этом вся проблема доклада. Вообще можно ничего не знать в физике, ничего не знать в биологии. Как, собственно, вот я ничего не знаю в физике, ничего не знаю в биологии побольше. Я тебе очень мало чего знаю. Ну, у меня первое образование, конечно, с биологией было связано. Наверное, я что-то помню по биологии, безусловно. Но можно вообще ничего не знать. Просто послушать, что они говорят, соответственно, и какими аргументами это подтверждают. И понять, что эти аргументы не работают. Ну, по крайней мере, в рамках этого доклада. А если у них есть что-то более увесистое, более значительное, более сильные и серьезные аргументы, ну, почему бы тогда более сильные аргументы не озвучивать перед теми, что мы услышали? Например, более убедительные, более понятные, более очевидные. То есть, опять же, тот же антропный принцип, который является, по мнению автора, сильным аргументом в пользу того, что у нас имеется множественность вселенных, не является сильным аргументом-то, по сути. Ну, опять же, просто потому, что мы можем себе представить бесконечное множество таких картин мира, которые будут описывать, не знаю, возникновение мира, человечества, там, животных, там, планет, всего остального, не прибегая при этом к, собственно, множественности вселенных. И, на мой взгляд, еще одна проблема с этой множественной вселенной, она очень похожа на ту проблему, которую биологи обычно выдвигают к теории возникновения жизни на нашей планете через, там, космическое вторжение какой-то, там, не знаю, на метеорите, какие-то, вот, собственно, бактерии прилетели и там размножились, да. Мы просто перемещаем причину возникновения куда-то, собственно, ну, вот далеко от нас, подальше от нас перемещаем. Вот, и поэтому куда проще в науке, например, было бы просто взять и узнать, что вот как конкретно жизнь возникла на нашей планете. Например, там, не знаю, в каком-нибудь бульоне первичном, да, произошел, собственно, произошло статворение живой, вот, в общем-то, материи органической, да, вот, допустим, произошло. Ну, окей, хорошо, хорошо, да, вот здесь в биологии они не хотят отодвигать планку к инопланетянам, а вот в физике почему-то они внезапно хотят это сделать. Непонятно почему, ну, не они, это не имеется ни одно единое сообщество, имеется они физики. Вот биологи не хотят так делать, и это, отчасти, кажется, разумно и соответствует бритве Оккома, а физики, наоборот, они хотят как-то вот взять и... О, антропный принцип, ну, наверное, у нас огромное количество вселенных есть, и в некоторых есть жизнь. Всё, вот антропы, вот мы так вот это доказано. Странно. Ну, во-первых, касательно наблюдений Джеймса Веба, они ещё только появляются, это совсем свежие данные и ещё не окончательно подтверждены. То есть вот эти галактики за 250 миллионов лет от Большого Взрыва на самом деле могут оказаться галактиками спустя примерно 2 миллиарда лет после Большого Взрыва, которые по своим спектральным характеристикам довольно похожи. И будущие исследования покажут, что же на самом деле нашёл Джеймс Веб. Ну, это там дело ближайшего года, может быть. Скоро мы узнаем. Ну, предположим, что всё-таки они... Прикиньте, как будет забавно, если они что-то узнают, что провернят их модели сейчас. То есть серьёзно, прикиньте, челик пришёл такой, рассказал, что у нас точно константы все работают, всё офигенно, всё классно, никаких проблем нет. Всё, всё, всё просто заебумба. Всё, 10 из 10, а потом они такие, блядь, а тут не сошёлось. Упс. Понятия таких упсов могло бы не быть, если бы люди просто не допускали простые ошибки в индукции. Вы представляете, можно просто не говорить, что, соответственно, константы неизменны, и мы это точно знаем, бесспорно. Можно просто сказать, что, не знаю, имеющиеся данные нам не дают сказать о том, что константы меняются. Вот так вот. Вот это сформулируй помягче, и претензий меньше, соответственно, будет.